Пластик делает жизнь намного проще и удобнее, но и у него есть темная сторона. Он наносит огромный вред нашему здоровью. Виктория и Алексей Равко – необычная семейная пара. Она – учитель иностранного языка, он – парикмахер. Их объединяет не только любовь, но и ненависть к пластику. Супруги призывают всех сохранять природу, не использовать данный материал и полиэтиленовые пакеты. Я преподаю и, ну, согласно роду своей деятельности, много общаюсь с студентами, с подростками и с иностранцами. Получается так, что молодежь не желает жить в чте, поскольку город грязный. Куда бы мы ни пошли, ни поехали, везде мы видим мусор. В основном пластиковые отходы, тонны бутылок, пластиковых стаканчиков, пластиковые пакеты, красиво развешанные на деревьях. И, собственно, появилась мысль каким-то образом помочь нашему любимому городу, потому что все-таки он красив, он расположен в хорошей местности. Да, у нас ландшафт прекрасный. Немного почистить и жизнь станет легче. Мы практически никакую общественную деятельность не ведем. Начали с себя. Что каждый из нас может сделать для того, чтобы ситуацию как-то исправить? Когда покупаем товары в магазинах, стараемся брать товары, у которых упаковка не полиэтиленовая. Допустим, это бумага, стекло, металл. На кассе, когда рассчитываемся. Не берем лишние пакеты для тех продуктов, которые можно упаковать в один пакет. Например, мы не кладем творог, сметану в разные пакеты. Все это складываем в один, либо же не упаковываем вовсе. Они, как правило, неодежно, достаточно завернутые. Ну и зачем плодить лишний пластик? Это потом все же выбрасывается. Семья Равко считает, что население Читы не знает страшной правды о вреде пластика и полиэтилена. Также они хотят рассказать людям о том, что в нашем городе есть специальные места, куда можно привезти пластиковые отходы. Привозят нам население, то есть мы принимаем как от физических лиц, так и от юридических. То есть принимаем, взвешиваем, рассчитываемся за наличные, безналичные расчеты. А вообще много привозят? Нет, привозят не очень много. Если брать процентное соотношение, то больше привозят картон. Картон и полимерная пленка. Но полимерная пленка, она идет не от физических лиц, она привозится от предприятий, от торговых, от торговых баз, от магазинов. Мы это запрессовываем и отправляем. Отправляем фурами, либо грузим вагоны. Отправляем на дальнейшую переработку на наши отечественные заводы. Должен быть комплексный подход со стороны государства. То есть где-то и поощрить, и где-то наказать. Только в этом плане будет какой-то эффект. Плюс момент такой, здесь в основном играет ценообразование. То есть чем больше дается цена за вторсырье, тем, конечно, выгоднее людям собирать, переносить все это и сдавать. Сможет ли одна семья повести за собой всех, неизвестно. Но Виктория и Алексей уверены, если хотя бы один человек после сюжета задумается о сохранении природы, это уже отличный результат. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, Максим Лобачев, ЗАПТВ.